В нашем крае в годы Великой Отечественной войны действовало 27 тыловых эвакуационных госпиталей, 14 в Ульяновске, остальные в муниципальных районах. Один из наиболее крупных находился в рабочем поселке Измайлово Барышевского района. Эвакогоспиталь 3281 был развернут в первые дни войны на базе местной больницы. Сначала было 70 койко-мест подготовлено, а уже в первые годы войны переоборудовали под 370 койко-мест. Местные жители сюда несли абсолютно все – и одеяло, и постельное белье, и ветошь какую-то. Местные дети приходили в больницу, помогали раненым, стирали перевязочный материал, ходили в лес за мхом, потому что он служил антисептиком. Эвакогоспиталь 3281 действовал до 28 сентября 1945 года. Раненых доставляли на подводах от железнодорожной станции Барыш, а это 15 километров по бездорожью. Профиль госпиталя был общихирургический, общетерапевтический, а также ранений верхних и нижних конечностей. То есть вот такие здесь гениальные люди работали. Один из них, самый первый, кто развернул госпиталь, это был Кульнев Сергей Васильевич. Он за три дня развернул госпиталь, потом ему пришла бумага, что он отправляется на фронт. Он ушел на фронт, прошел всеми дорогами войны. Самый первый, наверное, из врачей провел операцию на открытом сердце в условиях войны. Портреты начальников госпиталя, врачей, медсестер теперь можно увидеть на одной из стен музейной комнаты, восстановленной палаты Эвакогоспиталя. Ее оборудовали учителя вместе с учащимися Измайловской средней школы. Сейчас бывшие здания Эвакогоспиталя пустуют. Помещение не отапливается с тех пор, как закрыли больницу. Несколько лет назад здание поставили на государственную охрану. Теперь это объект культурного наследия. Учителя надеются, что после открытия музейной комнаты в эти стены вдохнут жизнь. К примеру, откроют здесь реабилитационный центр для участников СВО. Это не единственное памятное место в поселке, которое связано с Великой Отечественной войной. На окраине Измайлова в Сосновом Бару находится братское захоронение. Там покоятся останки солдат, которые защищали нашу родину, но умерли от тяжелых ранений в госпитале. Житель старой Измайловки Владимир Слесарев поделился воспоминаниями своей тети, которая работала в Эвакогоспитале медсестрой. Потому что могилы рыли. Там вырыть могилу в неделю одну большую. Их хоронят туда несколько человек в одну сразу. Гробов не было. Завораживали в эти простыни. И хоронили по нескольку человеку. Каких раненых и откуда привозили, не рассказывали? Со всех сторон. Со всех стран. И узбеки, и даже киргизы были. Которые по-русски не умели разговаривать. Сколько они знают. Потому что архив сгорел. Вот так вот. Потому что обращались потом. За мемориальным комплексом круглогодично присматривают учителя и школьники. Проводят здесь мероприятия в Дни воинской славы и, конечно, на 9 мая. Наше братское кладбище существует с 1947 года. Наша школа ведет над ним шефство. Начиная с этого же 1947 года. Каждый год перед 9 мая мы сюда приходим, чтобы навести здесь чистоту и порядок. В 1980 году на территории мемориального комплекса вместо фигуры преклоненного солдата по проекту московского скульптора Геннадия Потапова установили скульптуру «Скорпящая». Также обновили памятные плиты, где высечены фамилии тех, кто здесь захоронен. Если раньше на них значились фамилии 45 участников Великой Отечественной войны, то сейчас документально подтверждено захоронение 93 солдат. Изменился и список погибших в боях измайловцев. Официальная статистика до недавнего времени называла имена 348 человек. Сейчас уже известно 547 фамилий. Вот вы видите, здесь есть у нас надгробья, их 56, но это не говорит о том, что здесь захоронено 56 человек. По некоторым данным, из документов мы знаем, что здесь 4 братские могилы, но где точно они находятся, мы не знаем, к сожалению. Прямо перед входом на бетонных плитах, ведущих к монументу «Скорбящий», возвышается поклонный крест. Он был поставлен в прошлом году благодаря уроженцу Измайлова, меценату Олегу Родионову. Как раз-таки на этом самом месте находится одна из братских могил. То есть об этом нам рассказали старожилы и те, кто работали в годы войны в ИВАК-госпитале, в похоронной бригаде. И вот они передали эту информацию своим детям. Моих дети уже просили нас предупредить, что здесь ходить не стоит, не нужно, потому что мы ходим по захороненным. Учителя и учащиеся во главе с учителем истории, руководителем поискового отряда «Патриот» Мариной Владимировной Андреевой продолжают вести поисковую работу и надеются, что имена всех солдат, захороненных в Измайлово, станут известны. Вклад измайловца в общую победу велик. На суконной фабрике за годы войны было соткано почти 3 миллиона метров шинельного сукна. На фронт также отправлялись портянки, носилки, вещевые мешки, кесеты. В поселке велись разработки торфянников. Кроме того, в годы войны в Измайлово располагался 27-й отдельный учебный автополк. Курсанты прибывали сюда со всей территории СССР. В настоящее время в школьном музее хранится информационная папка, восстанавливая утраченные 27-й автополк. Здесь бережно хранят память о тех, кто прошел через горнило войны к победе.